Приветствую всех любителей гребиллионов на своем канале Футболсан. Представляю впечатление про матч 38 тура испанской Ла Лиги Реал Мадрид Бетис. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин в запасе на воротах Тибо Куртуа. Видно, что четыре пропущенных гола от Сёрлота в предыдущем туре стоили Лунину место в основе, что бы там ни говорил наставник Реала Карл Анчелотти. Правда, Куртуа под занавес первого тайма здорово накосячил, когда после навеса со штрафного в вратарскую голкипер Реала отбил мяч перед собой, добавка и круглый в сетке. И хоть арбитр после варпроверки отменил взятие ворот из-за минимального оффсайда у Марка Рока, чревок с попыткой ударить головой напугал Тибо. Но ошибка остается ошибкой и является информацией для размышления главному тренеру Реала, кого стоит ставить в рамку на финал Лиги Чемпионов. Сами Реаловцы играли уж больно расслабленно. Да, были моменты, как вот Венисиус Джуньор хотел забить эффектный гол пяткой с предела в штрафной, но не удалось. Плюс ошибка защиты едва не воспользовался, все тот же Венисиус, но в последний момент утратил шанс поразить цель. Маловато, как для Реала, но тут нужно учитывать факт того, что команда мыслями уже давно в финале Лиги Чемпионов. После перерыва Тибо Куртуа дважды спасает Реал от верного гола, потянув мяч сначала из-под перекладины, а потом отбив удар Миранды с предела в штрафной вдольный угол. А на 64-й минуте вместо Куртуа под аплодисменты зрителей вышел на пуле Кепа Ареса Балага, которому Бетис тут же забил, но с явного оффсайда. Зачем же омрачать арендованному из Челси Галкиперу его прощание с Реалом? На нас, украинцев, прежде всего, интересовал вопрос официального оформления доубиком звания лучшего бомбардира Ла Лиги 2023-2024. У Артема 24 забытых мяча за Жирону, у Джуда Беллингема перед матчем было 19. Отрыв вроде бы и большой, но ведь смог же Серлот четыре гола забить и обойти доубика, на что Артем ответил хитриком и снова вышел вперед. Так вот, Беллингем опасно пробивал поворотом издали, но не более того. И чем ближе подходил финальный свисток, тем более явственно становилось. Невероятного не произойдет. Доубик выиграл спор бомбардиров испанского чемпионата. С чем Артема и поздравляю! Ну а после того, как заменили Тони Крооса на 87 минуте, все внимание было ему, а не тому, что происходит на поле. Говорят, что 34-летний немецкий ветеран то ли из Реала уходит и прощается, то ли вообще завершает активную карьеру. В любом случае, трибуны рукоплескали Кроосу, который уходил с поля к лавочке запасных, проследившись. Реал с Бетисом сыграл по нулям, набрал 95 очков и уже давно чемпион. У второй Барселоны 82. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok